Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим топ-5 комбинационных партий из творчества гроссмейстера Зиновия Цирика. Ну и заодно я покажу, как надо и как не надо играть в дебюте. Извините, немножко приболел. Первая партия Цирик Симонян. А, Б4, Б5. Игра Бадянского, дебют называется. Б, А3. И здесь возможны два хода. А, Б6 и Ц, Б6 за черных. Основные планы игры. Черные избрали Ц, Б6. Здесь у белых также есть два хода. А, Б2 и Ц, Б2. Белые сыграли А, Б2. Черные здесь разменялись, Д, Ц, 5. Но обычно здесь все играют, Б, Ц, 5. После размена белые ставят ловушку, Ж, Ф, 4. То есть обратите внимание, невозможны ходы, Ф, Е, 7 и Б, Ц, 7. Из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые используют, видите, у черных, во-первых, решетчатость, видите, между шашками свободные поля, во-вторых, у них ослаблено дамочное поле. Белые используют эти обстоятельства и проводят комбинацию. То есть вначале пропускают черных дамки, затем ставят так называемый шлагбаум и затем ловят дамку черных. То есть, видите, черные мешают, своя же шашка на поле Д, 4. И белые ловят дамку черных и прорываются сами в дамки с выигрышем. То же самое на ход Б, Ц, 7. Поэтому черные в партии избрали Ф, Ж, 5. Тогда занимаем центр Ц, Д, 4. Ну и на ход Ж, 4. Не боимся связки. Играем Б, Ц, 3. Ф, Е, 7. И белые играют Ф, Е, 5. Черные меняются назад, белые развивают отсталую шашку Х, 2. Х, Ж, 3. Х, Ж, 7. Вот здесь черные могли сыграть сильнее. То есть здесь можно было сыграть Е, Д, 6. Ну и на ход Ж, Ф, 4 уже сыграть Д, Е, 7. И белых спасает только ход Ф, Ж, 3. Здесь белым надо будет еще до конца партии аккуратно защищаться. А вот напрашивающийся ход Д, Е, 5 здесь уже неожиданно проигрывает. Черные играют Ц, Д, 4. Видите, на Ц, 5 бить нельзя, потому что белые остаются без шашки. Приходится бить на Ц, 7. Тогда черные бьют на Б, 2. Дамку ставить бесполезно, потому что она будет тут же поймана. Поэтому белые играют А, Б, 4. И думают, что ничего-то они здесь сделают. Черные бьют на Д, 6. Белые бьют на А, 3. Черные бьют на Ц, 3. И белые бьют на Б, 4. И выясняется, что позиция белых плохая. Черные размениваются. И здесь у черных выигрыш. То есть остается играть только Е, Д, 2. Видите, Ф, 5 нету из-за банального Ц, Б, 4. То есть остается играть только Е, Д, 2. Тогда Ф, 7 и на ход Д, Ц, 3 и Е, Д, 6. Ну и видите, Ц, Д, 4 играть бесполезно. Черные разменяются просто вперед и легко выиграют. Поэтому белые еще как-то сопротивляются. Играют Ц, Б, 4. Черных здесь четкий выигрыш. Нападаем Б, 5. И белые еще думают, что здесь хотя бы в Эншпиле посопротивляются. То есть делают присоску. Ф, 5. Аккуратно бьем на поле Д, 2. Ну и после того, как белые бьют на Д, 6. Ставим дамку. Белым приходится отходить. Без двух шашек этот Эншпиль явно проигранный. А здесь простой ударчик по затылку. То есть черные нападают. Сперва на шашку Д, 6. А затем красиво жертвуют дамку. И легко побеждают. Такой поучительный выигрыш. Из партии Николаенко-Кетлер 1965 года. Но в партии Цирик-Симонян черные сыграли здесь А, Ж, 7. Тогда уже на ход Ж, 4. Черные играют Е, 6. И здесь уже ход Д, 5. За белых возможен. То есть та же тема с ходом С, Д, 4. Прошу прощения. Здесь уже не проходит. Белые бьют просто на С, 7. Черные бьют на Б, 2. И белые играют А, Б, 4. Ну и после всех разменов. У белых здесь позиция даже более приятная. Поэтому мастер Борис Симонян решил здесь сыграть на ход Д, 5. Закрыться Б, С, 7. Гроссмейстер Цирик тут же реагирует. И меняется С, Б, 4. И выясняется, что у черных плохая позиция. Черным кажется, что здесь у них чуть ли не выигрыш. Но на самом деле это не так. На ход Ф, 7. Играем четко Е, 2. И видите, Е, 6. Здесь невозможно. Из-за вот такой простенькой комбинации. Тоже можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые играют Ф, G, 5. Черные бьют. И затем Е, 4. Затем отдают еще одну шашку. И прорываются в дамки с выигрышем. Ну, черные здесь думали, что после хода Е, Д, 2 они здесь побеждают. То есть они напали. Б, 5. И видите, закрываться Д, С, 3. И невозможно из-за комбинации черных. То есть они отдают шашку. Затем еще две. И прорываются на преддамочное поле. С легким выигрышем. То есть мастер Симонян смотрел в будущее с оптимизмом, что называется. Но в этой позиции белые провели красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Белые неожиданно сыграли G, H, 2. И пропускают черных в дамки. Затем отдают еще две шашки. И видите, белые здесь легко побеждают. То есть прорываются в дамки. А затем бьют на поле H, 2. Надо отходить с Э, Б, 6. Ну и после хода А, Б, 4. Черные здесь сдались. Такая красивая комбинация. Вторая комбинация из партии Цирик Казанцев. Ну вот это яркий пример того, как не надо играть в дебюте за черных. С, Д, 4. Д, С, 5. Б, С, 3. Е, Д, 6. Дебют старая партия. Ну и здесь на ход С, Б, 4. Можно было разменяться. Б, А, 5. Можно было даже сыграть. Ф, Ж, 5. А, Ж, 5. Как угодно. Ну, черные разменялись Ф, Е, 5. Очень неудачный ход. И здесь у белых было два варианта на выбор. Б, А, 5. Или Е, в 4. Грассмейстер Цирик предпочел связать центр черных. Ну и несмотря на кажущуюся простоту, позиция черных очень плохая. То есть видите, у них перегружен их правый фланг. Кроме того, отсутствует шашка на поле Е, 7. То есть шашка Д, 8 или Е, 1 еще иногда называют золотая шашка. А вот шашка Д, 2 или шашка Е, 7 у черных. Это уже серебряная шашка. То есть очень тоже важная шашка. Потому что может идти и на правый, и на левый фланг. Ну и далее в партии было А, Ж, 7, Ф, Е, 3, Ж, Ф, 6. И белые просто разменялись назад с прекрасной позицией. Черные играют Ф, 5. Вроде бы занимают центр. Кажется, ничего страшного. Но белые играют А, Ж, 3. И грозят подвязать центр черных либо ходом Е, Ф, 4, либо ходом Б, А, 5. Черные сделали снова ужасный ход. Сдвигают свою золотую шашку. Или, как я называю, царскую шашку. Д, Е, 7. Ну и здесь белые делают отличный ход А, Б, 2. Так и хочется напасть за черных в этой позиции Б, А, 5. И черные так и сделали. Но белые провели очень красивую и сложную комбинацию. Предлагаю вам найти выигрыш за белых. Белые начинают и выигрывают. То есть, видите, предпосылки для проведения комбинации у черных так называемое решето. Видите, между шашками нет других шашек. То есть, есть свободные поля. Кроме того, ослабленное поле Д, 8 дамочное. Белые начинают и выигрывают. Ж, 4 пропускают черных дамки. Затем жертвуют шашку. Д, С, 3. И тут же ее ловят. А, Б, 4. Бой, бой. Затем ставим шлагбаум. То есть, жертвуем шашку А, Ж, 5. И загоняем черных дамки. И тут же их ловим. Видите, снова черным мешает своя же шашка на поле Ф, 4. И белые совершают вот такой красивый финальный удар. Останавливаемся именно на поле Д, 2. И здесь есть два варианта. Если черные отходят, тогда снова нападаем. Загоняем шашку на А, 2. Черные, допустим, отошли. И играем на А, 5. Контролируем шашки Б, 8, А, 7. Ну и далее в партии, возможно, допустим, Ф, 7 нападаем. Загоняем шашку черных на поле А, 4 постоянными нападениями. И затем скромно играем на А, 5. Ну и черным остается только сдаться. То есть на ход А, Б, 6 и Б, А, 7. Снова играем на А, 5. И черным некуда ходить. Это первый вариант. Но в партии черные сопротивлялись более сильно. Они здесь отдали шашку А, Б, 6. И сыграли Б, Ц, 5. В этой позиции хочется сыграть на поле Ф, 6. И не мучиться обрезать черных по большой дороге. Затем перевести шашку Ж, 1 на поле Ф, 4 и выиграть. Но на самом деле здесь, оказывается, есть тонкая ничья за черных. Этот ход не выигрывает. Черная игра Ц, Б, 4. Точный ход, единственный на ничью. Все остальное проигрывало. И оказывается, что надо уводить дамку. Так как грозил, видите, грозила отдача шашки. Поэтому, допустим, уводим на А, 1. Тогда подтягиваем шашку С, 7. Белые подтягивают шашку Ж, 1. С, Д, 6. Ф, Е, 3. Ф, Е, 7. Черные грозят отдать две шашки. То есть, где бы дамка белых не находилась по большой дороге. Если белые уйдут на А, 8. Тогда будет отдача Е, 6. Поэтому, единственный ход на победу Е, 4 у белых. Тогда играем Б, А, 3. И на ход дамкой на С, 3 играем Д, С, 5. И отдача двух шашек неминуема. Либо Д, С, Д, 4 отдаем. Либо Е, 6. И ничья. Поэтому в этой позиции ход Ж, 6 дает лишь ничью. А выигрывая здесь тонкий ход дамкой на поле Д, 2. Черная игра на Д, 4. Тогда уже играем Ж, Ф, 2. И грозим перевести дамку на поле Е, 1. И сыграть Ф, Е, 3. С выигрышем. Поэтому черная игра от Ф, Е, 7. Белые здесь нападают. Вот таким образом. Возможен и такой выигрыш. Черные жертвуют шашку. Б, С, 7. И игра от Д, С, 3. А здесь очень красивый прием под названием Распутие. Очень много сегодня шашечных приемов рассмотрим. Белая игра от Ф, Е, 3. Ну и на ход С, Б, 2. Скромная игра от Ф, Ж, 7. И видите, дамку черным ставить некуда. То есть если сюда, то дамка ловится таким образом. А если сюда, тогда зажимаем. Дамку черных по большой дороге. Так называемый столбняк. Так возникает. Видите, противостояние белой и черной дамок. Ну и на любой ход размениваем дамку с выигрышем. Следующая партия. Гроссмейстер Цирик играл черными против мастера Ковришкина. Который был известен своим комбинационным творчеством. А, Б, 4. А, Ж, 5. Двойная игра Бодянского. Ну и на ход Ж, Ф, 4. Черные также нападают на шашку. Бой. Бой. И в этой позиции, конечно же, надо играть С, Д, 4. То есть в такого рода симметричных позициях, как правило, преимущество у того, кто первый займет центр. Но белые сделали пассивный ход А, Ж, 3. И черные здесь уже сами занимают центр. С более приятной игрой. Ф, Е, 5. Ж, 4. Ж, Ф, 6. Ф, Ж, 3. Видите, белым здесь меняться уже С, Д, 4. Не выгодно, потому что в гамбитных позициях надо иметь запасные цирки. Темпы. То есть кто стоит ближе к своим дамочным полям, у того преимущество. Поэтому и белые, и черные здесь выжидают. А, Б, 6. Здесь белым можно было, в принципе, разменяться назад. Но белые не для того выбрали этот дебют. То есть они пытаются черных как-то запутать. И Ф, 4. Б, 5. Д, Е, 3. С, Б, 6. Ж, 2. Б, 7. Ф, Ж, 5. А, Ж, 7. В этой позиции белые могли еще достичь ничьей. Для этого надо было разменяться назад таким образом. И прорываться на предамочное поле. Черные могли здесь вернуть шашку и сыграть либо ДЕ7, либо БЦ5 с хорошей игрой. Но все-таки белые здесь еще могли достичь ничьей. Но белые здесь переоценили свою позицию. Подумали, что за счет связки левого фланга черных у них здесь хорошо. Видите, по ДЕ5 нет из-за простого Ф, Ж, 5. Першит горле, друзья. Но черные здесь предусмотрели очень красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Черные играют ДЕ5. Бой, бой, бой. И бьют именно на поле Д6. Пропускают белых дамки, а затем эту дамку тут же ловят и проводят свой финальный удар. То есть вначале поймали дамку, а затем пробили на слабое поле С1. И черные красиво побеждают. Следующая партия. Любимый многими дебют колл. СД4, БА5, ДЦ5. Черные играют ФЕ5. Но наиболее сильное продолжение в этой позиции либо ФЖ5, либо даже АЖ5 колл Варанцова. Но это острый дебют. Можно сыграть спокойно ЦБ6. Черные избрали ФЕ5. Тогда БЦ3. И черные здесь обычно играют ЖФ6. Но в партии Цирик-Маргун черные разменялись вот таким образом. Неудачная тема. Почему? То есть у черных, видите, переразвитие. Снова возникают гамбитные позиции. Когда и белые, и черные играют своими правыми флангами. Ну и далее в партии было АБ2. Белые развивают свою отсталую шашку. ЕД6. БЦ3. ЖФ6. Надо укрепиться на правом фланге. Поэтому не играем ЖФ4, а именно ЖХ4. Чёрные ещё тоже укрепляются на своём левом фланге ФЕ7. Ну и на ход ФЖ3 выжидает ДЦ5. Затем белые, когда играют ЖФ4, меняются ФЖ5. Ну и начинают охват центра белых. Но всё-таки здесь у белых преимущество. ФЕ5. Вываливаемся в центр. Ну и на ход АЖ7 играем ЕФ2. БА3. Видите, чёрные ощутились колонками. И непонятно, как белым реализовать преимущество. На самом деле здесь выигрыша у белых нет. Белые разменялись ЕД4. И чёрные сдерживают центр белых АБ6. Здесь белые сыграли АЖ3. Неожиданное продолжение. И чёрные растерялись. Они выиграли шашку. Зашли в любкие ЖФ4. Ну и на ход ЕД6 и ДЦ7. Они сыграли АЖ5. То есть пока не дают поставить дамку. Потому что она будет тут же поймана. И чёрные останутся с лишней шашкой. В принципе логично. И белые играют ДЕ5. Пока не торопятся в дамке. Здесь чёрные окончательно растерялись. Они сыграли БЦ5. Этот ход красиво проигрывает. Белые проводят комбинацию. Но всё-таки ничья здесь ещё была. Для этого надо было сыграть ЖФ4. Ну и видите, дамку ставить бесполезно. Потому что она будет тут же поймана. И чёрные достигнут ничьей. Если же белые здесь допустим играют СД4. Тогда играем АЖ3. Ну и в ответ на постановку дамки белыми. Жертвуем обратно шашку. У нас же лишняя шашка. И ставим дамку на поле Ж1. И возникает даже более приятная позиция у чёрных. Но в партии чёрные не нашли всех этих вариантов. И сыграли БЦ5. Вместо Ж4. А вот этот ход очень красиво проигрывает. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти симпатичную комбинацию за белых. Белые делают очень неожиданный ход. Ж2. Именно он выпал из поля зрения чёрных. Бой. И затем жертвует две шашки. Затем ещё одну. СД4. И совершает свой финальный удар. С лёгким выигрышем. Ну и наконец последняя партия на сегодня. Знаменитая партия Цирик Лаудвер. Она возникла. Вот эта комбинация возникла из дебюта. Отыгрыш. СД4. ДЦ5. БЦ3. СД6. СБ4. И чёрные меняются назад. БА5. И бьют на С7. То есть возникает дебют. Так называемый отыгрыш. Белые здесь могут сыграть АБ2. Сильнейший ход. ЕД4. ДЦ3. Даже БЦ5 не проигрывает. То есть у шашки С5 будет косвенная защита. Несмотря на 2. На 3 нападения у чёрных. Давайте рассмотрим. То есть видите. Вроде бы у чёрных 3 нападения на шашку С5. А у белых всего 2 защиты. Но всегда есть такой ход. ЖФ4 и ФЕ5. И примерно равная позиция. Поэтому. В партии белые сыграли ДЦ3. Тоже интересный ход. Был предложен в своё время неоднократным чемпионом СССР. Мастером. А затем гроссмейстером. Борисом Блиндером. ФЕ5. АБ2. АБ6. И Б5. Ну здесь чёрные могут поставить так называемый тычок. ЕФ4. Бой-бой. Но видите. Он подвержен окружению. Белая игра СД4. И шашка С5. Здесь находится под угрозой окружения. Но всё-таки. Здесь возможно ещё равная игра. Допустим. ЖФ6. ЕД2. ФЕ5. Меняемся. Ну и на ход БЦ3. Играем БЦ5. Ничего не боимся. А если белые нападают СБ4. Не надо играть СД6. Просто выходим СД4. И видите. Шашку выигрывать здесь бесполезно. То есть если белые выиграют шашку. Чёрные займут поле Ф4. Очень важное. Видите. У белых будет разрыв по флангам. Здесь к ничьей ещё должны стремиться белые. Если она вообще есть. Поэтому белым здесь в этой позиции надо играть спокойно СБ2. И возникает примерно равная позиция. В партии чёрные не стали меняться. Они сыграли ЕФ6. Тогда СБ4. Ну и на ход ФЖ5. Выбиваем важную шашку Ф8. С помощью размена БЦ5. Надо бить на Д4. И затем чёрные бьют на Д6. Оценим позицию. У белых слабостей нет. У чёрных застряла шашка на Х8. Отсталая. Кроме того отсутствует шашка на поле Ф8. Понятно что преимущество у белых. Далее. БЦ3. ЖХ4. СД2. ХЖ5. К этой позиции стремились оба соперника. Но оценивали её по-разному. Чёрные считали что у них здесь более приятная позиция. Белые играют СБ4. И здесь обратите внимание что нет кода СБ6. Из-за симпатичного приёма. Белые жертвуют шашку. Приходится бить только на Д4. Иначе чёрные останутся без шашки. И белые скромно нападают. И видите. Закрываться ДЦ5. Или отходить ДЕ3. Бесполезно. Из-за простого ЖФ4. И белые здесь легко выигрывают. Поэтому в этой позиции чёрным остаётся играть только ЖФ6. Белые возвратили шашку. Ну и затем они выигрывают шашку вот таким образом. ЖФ4. Ну и куда ни бей. Белые здесь легко побеждают. Поэтому СБ6 играть нельзя. Чёрные сыграли ЖФ4. И думали что у них лучше. Тогда и меняемся БЦ5. И идём именно вперёд. Ну и на ход СБ6 чёрные рассчитали вот такой интересный вариант. Они думали что белые пойдут ДЦ3. Тогда они сыграют БА7. Видите грозит СБ6. А ход СД6 невозможен из-за простой комбинации. То есть чёрная игра от АЖ7 пропускает белых дамки. Тут же эту дамку ловят. И сами прорываются на преддамочное поле с выигрышем. Интересный замысел чёрных. Чёрных. Но белые в этой позиции нашли очень красивое опровержение. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинационный замысел белых. Очень сложная комбинация. Но если вам удастся найти решение. То вы получите незамываемое удовольствие. Белые неожиданно играют СД6. Ну и они не боятся размена СБ6. Из-за комбинации. Белые играют ФЕ3. Видите. На С7 бить нельзя. Потому что белые прорвутся на преддамочное поле с выигрышем. Поэтому приходится бить 2 шашки. Тогда играем Е2. И затем ФЕ3. И белые здесь сами прорываются на преддамочное поле. И несмотря на отсутствие шашки. Легко побеждают. Именно так и закончилась партия. Но все-таки справедливости ради. Отметим. Что после СД6. Все-таки была у черных ничья. Для этого надо было. Красиво пожертвовать шашку. ФЕ3. Приходится бить. Д2 на Ф4. И сыграть ЕД4. Белые играют Е2. Тогда играем. ДС7. И отыгрываем шашку. Белые играют ДЕ3. Бой-бой. Черные играют АЖ7. И грозят сыграть Е4. А на ход АБ6 играем Б7. И черные достигают ничьей. Друзья, если вам понравились сегодняшние комбинации из творчества гроссмейстера Цирика, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Видите, комментирую для вас, несмотря на то, что приболел. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.